Добрый день, на РБК региональные новости. Мы вещаем из Аталия Краун-Плаза Уфа. С вами Маргарита Гафарова. Уфа станет одним из городов, который в следующем году примет чемпионат мира по волейболу. Об этом стало известно на выездном совещании Комитета Госдумы по физической культуре и спорту в Центре управления республикой. Так, на Уфа-арене состоится 6 групповых матчей сборных Франции, Камеруна, Германии и Словении. Тренировочной площадкой для спортсменов станет комплекс «Динамо». Чемпионат мира по волейболу пройдется с 26 по 11 августа в 20 городах страны. Ожидается, что матчи посетят 500 тысяч человек. Отмечу, последний раз чемпионат мира по волейболу в России проходил 70 лет назад. Уфа завоевала это право быть одним из городов проведения чемпионата мира по волейболу. Опять же, по причине того, что богатый опыт, спорт здесь как один из приоритетов развития республики. Очень профессиональная команда, управленцев здесь работает. Поэтому доверие Всероссийской Федерации и Международной Федерации волейбола, потому что именно Международная Федерация утверждала перечень городов, как раз подтверждает тот фактор, что здесь будет очень яркий праздник. Напомню, в прошедшие выходные в столице Башкортостана прошел командный чемпионат Европы с участием 16 национальных сборных. Спортсмены соревновались в трех мужских и в трех женских олимпийских весовых категориях. Чемпионами Европы стала сборная Грузии. В финале турнира они победили соперников из Нидерландов со счетом 4-3. В следующем году по программе «Башкирские дворики» обустроят 200 дворов. Количество объектов увеличится на 40% по сравнению с нынешним годом, сообщили в Министерстве ЖКХ. Заявки подали все города. Баймак, Сибай, Училы и Дюртюли уже защитили свои проекты. Остальные муниципалитеты пройдут эту процедуру до середины декабря. Проекты должны быть не только досконально проработаны, но и согласованы с местными жителями, подчеркнули в ведомстве. В 2021 году на благоустройство дворов по программе в Уфе, Благовещенске, Бирске и Довлеканово было выделено 310 миллионов рублей. Подрядчиком стала компания «Дор Трансстрой». По другому контракту компания «Ревстройпроект» благоустраивала дворы в 15 городах за 409 миллионов рублей. Численность жителей Башкортостана за 8 месяцев 2021 года увеличилась на 3,5 тысячи человек за счет миграции. Это в 12 раз больше, чем в пандемийном 2020-м. В основном в республику въехали граждане стран СНГ – около 3200 человек. Статистику приводит Башстат. В плюсе регион остался и по итогам миграционного обмена с другими странами – 880 человек. Больше всего в Башкортостан переехало жители Египта, Вьетнама и Турции. А вот в другие регионы страны людей больше уехало, чем оттуда приехало на 580 человек. Мигранты в основном осели в городах. Самые значительные приросты в Уфе и Уфимском районе свыше 2000 и 3000 жителей соответственно. Заметнее всего почувствовали миграционную убыль Ишимбай и Ишимбайский район – 326 и почти 400 человек. С Белорецкого металлургического комбината взыскали почти полмиллиона рублей за загрязнение реки Белой с точными водами. Иск к предприятию заявило Южно-Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора, обнаружившее нарушение еще в начале года. Специалисты отобрали пробы с точных вод вместе с бросом в Белорецке. Было установлено превышение ПДК марганца в 2,2 раза, фосфатов в 8 раз. Вред причиненной реке оценили в 446 тысяч рублей. Предприятию предложили добровольно перечислить штраф в доход Белорецка, однако комбинат проигнорировала решение. В результате ведомство обратилось в суд и арбитраж признал требования законными. Помимо компенсации предприятие должно оплатить судебные расходы. Решение может быть обжаловано в вышестоящем суде. И в завершении выпуска информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллары и евро растут. Американская валюта поднялась на 98 копеек, курс 75,58. Евро плюсует 1,27 рубля, курс 84,95 рубля. И лучшие обменные курсы. Покупка доллара в БКС банке за 74,95. Продажа в банке ВБРР за 75,08 рубля. Наиболее выгодный курс покупки евро в БКС банке за 84,54 и продажа евро в банке Финам за 84,88 рубля. У меня на этом все. Оставайтесь на РБК.